Сочетание моды и национальных традиций, отойти технологии к дизайну модных этнических коллекций. А той, кто не побоялся кардинально сменить направление деятельности и достичь первых успехов в новом деле, расскажем в следующем сюжете. В ненецкой мифологии ворон священная птица и олицетворяет главного бога Нума. Дефилирует модель в коллекции дизайнера из ненецкого округа Ольги Суховаровой. Ольга приехала в Наринмар около 10 лет назад, но по ее словам, культура ненцев ее поразила настолько, что она решила стать этнодизайнером и продвигать ненецкие орнаменты не только за пределами округа, но и страны. Изначально все начиналось как хобби, но постепенно IT-специалист поняла, что ее душе ближе искусства. Пришла я к этому всему постепенно, начиная с простых вещей, то есть это домашний текстиль, салфетки, полотенца. И чем больше я этим занималась, тем больше меня эта работа вовлекала и хотелось что-то более интересное, более красивое. И пришла к тому, что я хочу шить одежду, потому что я хочу сама на себе носить орнаменты ненецкие. На вопрос, почему именно ненецкая культура, Ольга отвечает просто. Я до безумия люблю эту культуру, она очень красивая, очень колоритная, и я хочу, чтобы как можно больше людей о ней узнали. Поэтому ее коллекции всегда вдохновлены ненецкими мотивами и пейзажами тундры. Идея самой коллекции, она возникла из такой картины у меня в голове, парящего ворона над тундрой. То есть это такая тишина, размеренность, спокойствие. И за главным орнаментом я взяла след ворона. Отсюда и цветовая гамма – черные и белые цвета, а также строгие формы. Коллекцию «Путь ворона» она разрабатывала около полугода. Ольга представляла ее на 12-м международном фестивале «Этноподиум на Байкале». Ее лично пригласила Роза Халтуева, которая является президентом Евразийской ассоциации этномоды. Ольга вступила в нее осенью 2020 года. На фестивале она познакомилась со многими профессионалами в этой сфере и получила интересный опыт. «Вообще-то я все не ожидала, и там все было для меня новым, все было необычным, потому что в первый раз все было. Конечно, в первую очередь это сам процесс, то есть именно закадровый процесс. Когда я на это все взглянула, было очень волнительно, была безумная суета. Я порой не понимала, что происходит, где мои модели, потому что модели участвовали не только в одном показе одного дизайнера, они постоянно менялись, менялись, менялись. И были моменты, когда у меня модели уже первые пошли, а последние еще одеваются». Несмотря на то, что за кулисами стояла суматоха, модели вышли на подиум в полной готовности и помогли завоевать Ольге первое место. Но это не единственная ее победа. Зимой в Ненецком округе проходила бизнес-премия, на которой руководитель мастерской Нарей завоевала первое место в категории «Лучший женский проект». И уже весной она представляла Ненецкий округ на всероссийском этапе премии. «Туда я, конечно, ехала вообще без претензий на победы, вообще без претензий на все, потому что я прекрасно понимаю, что там соберутся лучшие бизнесмены страны с не такими маленькими компаниями, как у меня, а такие серьезные, солидные компании. И, естественно, то, что я вошла в тридцатку сильнейших бизнесменов страны и в тройку лучших в моей номинации – это женский проект. Конечно, для меня это очень значимая победа». Как поделилась Ольга, она и дальше планирует развиваться в этом направлении. В будущем ей хочется попробовать разработать сценическую одежду. А то, какой именно будет следующая коллекция, пока остается в секрете. Но она точно будет вдохновлена тундрой и ее красочными мотивами.